Привет-привет, книжный мир, с вами Елена. В понедельник так и закончился мой 10-дневный карантин и сразу выбежала проверять, открыты ли все мои любимые книжные магазины, открыты ли все мои кофешопы, бабл-ти, кофейни, все открыто. Я сначала хотела вам сделать такую книжную неделю, показать по кусочку с каждого дня, потом решила, что нет, зачем же я же могу устроить, допустим, 3 на 3, я даже придумала, что я буду 3 на 3 читать и каждый день вам показывать какие-то свои идеальные локации для чтения, любимые места, вообще, как я провожу день и вот как действительно проходят мои будни доработать за чтением книг. И, в общем, что случилось? Я пока что прикупила только 2 книжки, но 3 книжки меня ожидали дома, я вам сейчас по порядку обо всем расскажу. Наверное, все-таки я вам сегодня покажу быстренько один такой кофешоп, наверное, он самый, мне кажется, популярный, такой кофейно-книжный магазин, называется Masolid Book, и он находится буквально в 10 минутах от моего дома. Вот если я вот выйду, пойду по прямой, потом один раз поверну направо, он вот там будет, поэтому я там частый гость, разрешили поснимать, сейчас вот пока рассказываю, покажу. И мне нравится, что у них есть такая полочка, как выбор сотрудников, на ней всегда интересные подборки, в основном все самое популярное, но все равно интересно посмотреть, что настоящие будапештцы в Венгрии читают. И, как я сказала, вот у них есть кофе, там же можно купить книги и потом выйти во дворик и посидеть там почитать, но скажу, что там курят чаще всего, поэтому чуть-чуть дискомфортнее у курящим людям, но на самом деле прекрасная атмосфера внутри, особенно когда лето, зелье создает темнёк, и это просто одно из моих самых-самых любимых мест, и там, кстати, очень такой даже приличный ценник. И там вот отхватила книжечку «Исчезающая половина», об этой книжке я вам рассказывала в подборке книги, которая требует перевода, но я так не дождалась, и даже ни у кого в планах у наших, кстати, не видела, чтобы эту книжку переводить хотели. И я её увидела во многих-многих обзорах зарубежных книжных блогеров позже. Вы видите, там включился фонтанчик, возможно, сейчас будет шуметь. Вот он. Он включается каждый, мне кажется, полчаса, насколько-то там. Ну ладно, здесь что? Мой микрофон работает, и меня слышно. Так вот, да, эту книжку я давно хотела почитать, потому что все мои любимые зарубежные блогеры, кто её упоминал, кто читал, все внесли её в любимое прочитанное. И я решила, что всё, хватит ожидать, нужно покупать. Проблема в Будапеште вот в чём, что книги очень дорогие, то есть там, наверное, минимальная цена, но более-менее популярную личную книжку, она где-то начинается от 800 рублей. Вот так вот, о чём же эта история? Повторю, что это история о двух темнокожих сёстрах, которые в 16 лет каждый начинает свой путь, и спустя много лет одна из сестёр видит на улице человека, который очень ему кого-то напоминает, и потом понимает, что её сестра, которая настолько ассимилировала, да, с белыми людьми, что и на темнокожих человек больше и не похожа. И, да, я так понимаю, что у них ещё произойдёт какая-то история с их детьми, с их дочерьми, которые тоже встретятся, и как развернётся их судьба, будут читать, узнавать то, что я слышала триллион обзоров, триллион же и забыла. И я надеюсь, что эту книжку я прочитаю вот уже, если, может быть, и не в июне, в котором уже куча планов, то хотя бы в июле. Затем, нет, я ещё хочу сказать, наверное, нет, сразу скажу, покажу книжку, которую я купила в этом же Масолит Бук ещё в прошлом году, в прошлой своей поездке, в 2020 году, но почему-то его не привезла. Видно, думаю, что время всё ещё будет. Это Лука, да, и Огонь жизни. Есть такая у Ружди книга «Гори и море приключений» или «Море истории», как-то так называется, и вот это вот продолжение её. Я вам сразу скажу, что я у Ружди читала «Прощальный вздох Мавра» и сборник рассказов «Восток-Запад». Я не могу сказать, что он стал самым моим любимым, но я решила с какой-то более детской прозой, да, его познакомиться. И интересно ещё написание этой книги произошло. Его сын как-то сказал, да, Ружди, что папа, а может быть, ты уже наконец-таки, как писатель, напишешь что-то для детей. И вот он написал первую историю про, я опять, я сейчас говорила из-за Гори, нет, не Гори, Гарун, да, Гарун и буду звать «Море приключений» или «Море истории» как-то так. Я посмотрела, забыла. Вот смотрите, какой человек мне под обложку подходит. И, в общем, эта книга невероятная красотка, и во всем прочем, у неё ещё сзади есть отзывы от Нила Геймана, которым я отношусь ровно, но уважаю за то, что у неё столько почитателей, и моего любимого Майкла Шабана. Шейбана, Шабана, Чабана. В общем, это история о том, как папа-мальчик Луки однажды ночью засыпает и не просыпается. И вот Лука отправляется под покровом ночи в приключения, чтобы найти цветительное зелье, чтобы своего папу разбудить. Как-то так приблизительно эту книжку я помню, вот, судя по тому, что на крышке читала. Затем я вам покажу ещё одну книгу, которую я вот купила на этой неделе. В общем, в Будапеште в основном это находится у каких-нибудь торговых центров. Есть такие тележечки, повозочки с букинистикой, и в основном там всё, конечно же, на венгерском. Но иногда туда затёскиваются какие-то на немецком книжке, на английском. Я, в общем, просто ради дюбопытства и обложек подошла посмотреть, и что я вижу? Я вижу там Светгар Литробец и его торговцы грёзами. Я обожаю эту книжку, и я её читала очень много лет назад, лет 15 назад. Я брала её в библиотеке парня, бывшего парня своей подруги, и она меня невероятно покорила. Это вот такой, можно даже сказать, производственный роман в чём-то. Он рассказывает о кинематографе, особенно вот этом переломном моменте, когда, по-моему, стала озвучка появляться, и, по-моему, потом стали раскрашивать. Ну, с озвучкой точно что-то связано, в общем-то, было очень интересно, относительно историки кинематографики, я этим вопросом не увлекаюсь, но написано суперски просто. И для меня это любимое произведение Гарльда Робинса, он, знаете, вот такой в духе, наверное, невероятное приключение Кавалера и Клея. То есть приключенческое, познавательное, в чём-то такое производственное. В общем, я эту книжку отхватил, чтобы она у меня просто на полке стояла, даже если я вдруг её никогда не вернусь читать, я просто буду знать, что она у меня стоит. И, пожалуйста, не думайте, что вот эта вот дурацкая пошлая обложка, что она хоть чуть-чуть отражает суть тому, что действия происходят в 1939 году, накануне войны. Ой, пострадала от жизни, вам не видно? Вот видно. И в 1908 году, в 1911, дальше идёт, то есть там таких нарядов-то, простите, ещё не было. Поэтому, если вы где-то когда-то в своём городе найдёте Робинса на его Робинса, Робинса, Робинса и его торготцев грёзами, просто хватайте, и если вам книжка не нужна, пишите мне, и я выкуплю. Так, и покажу вам книжки, которые сидели, меня ждали. В общем, в том году, когда я последний раз приехала в Будапешт в феврале, на 14 февраля я получила подарки и сертификат в сетевой магазин Libri. Я вам его попробую снять. Я ходила, кстати, уже в несколько книжных, зашла, спросила, можно ли поснимать, где-то что-то узнали, где-то разрешили. Вот в Libri ещё не спросила, такой большой сетевой, но там есть всегда стенды с английской литературой, немного-много найдутся, особенно новинки. Но ценник там такой приличный, то есть вот эту книжку я купила где-то за 1000, я потом уже перевела что-то 1000, они в 70 рублей, а там она будет стоить где-то полторы, наверное, в этом большом Libri. Ну, в общем, в этот большой книжный у меня был сертификат, и он остался здесь в Будапеште. Я очень боялась, что этот сертификат истечёт, да, потеряет срок годности. Я попросила, да, тоже посмотрела на сайте, какие мне книжки нужны, заказала, и вообще их потом мой парень зашёл, забрал. Итак, наверное, первую книжку я вам покажу. Шеку Буарги, мой немецкий брат. Шеку Буарги я знала только как одного из самых знаменитых, одного из, да, самых знаменитых бразильских исполнителей. Я не знала, в принципе, что он пишет. И эта история по своему сюжету, и даже по структуре, и по задумке очень напоминает полную иллюминацию, поскольку это реальная история автора с большим количеством вымыслов, да, художественного. То есть что здесь происходит? История рассказывает о молодом человеке, который живёт в Сан-Паулу в 1960 году, и он узнаёт, что у его папы с какой-то другой женщиной есть сын, то есть его сводный брат, получается, сводный брат. И этот брат живёт в Берлине, и вот он отправляется, да, на поиски этого брата. И вот тут написано, что в историю сюда Шеку Буарги заложил свою личную историю того, как он искал, да, своего там кровобрата-полукровку из Германии. Ну, и он пишет о том, что тут в истории он показывает, как то, что могло случиться, то, что случилось, вместе переплетено, да, и ведь у Фойера тоже в полную иллюминацию та же самая история, что он отправился в Украину, чтобы найти женщину, которая вроде как помогла его дедушке спастись от нацистов. И он там очень много его додумал, да, о том, что как бы эта история могла развернуться, если бы это был спойлер. Но я думаю, не суть, потому что там это не самое главное, поиски это не самое главное, это просто такая точка конечная, к чему ушёл сюжет, но в ней намного больше всего. И последняя книжка, которую, наверное, просто, я на неё давно ходила, смотрела, но стоит больше двух тысяч. Больше двух тысяч. Сейчас, наверное, с этим курсом ещё больше, но я не могла ждать, в общем, начала этот сертификат, я поняла, что либо это книга, либо ничто. Но это восхитительный Будапешт, это самый крутой, мне кажется, путеводитель по Будапешту, потому что если бы я вот хотела оформить travel book, а я когда-то хотела его оформить, я бы именно вот так его и создала. То есть здесь есть исторические факты, какие-то картинки, тут есть подобие вашей тейп, да, в иллюстрации, какие-то зарисовки. То есть реально, если бы у тебя был дневник, и ты бы в него вклеивал какие-то картинки, сам от руки что-то зарисовал, свои фотки вклеивал, писал мысли, вот такая бы книжка и появилась. Я её безумно люблю, и многие места, вот сейчас они, к сожалению, в строительных лесах стоят, поэтому я вам не смогу их показать, но я думаю, что вместе с этим путеводителем мы вас через пару влогов всё-таки по Будапешту проведём, я вам всё покажу. И вот я не помню ни одного путеводителя, который бы интересно рассказывал обычно там, из чего сделано, когда сделано, кем сделано. То есть никаких интересных фактов нет, а здесь всё наоборот. Здесь каждый памятник объяснено кратко, да, в чём его уникальность. Есть ли какое-то строение, здание, о которых тут просто восхитительных, невероятное количество рассказано. Тут про Гудини, кстати, его дом-музей, он там не жил, но это как музей, он недалеко от меня. Про Гудини есть что-то есть про Дракову, про то, как сюда королева Елизавета приезжала, в каких фильмах, да, как кинематограф, как в Будапеште было задействовано. Я её листаю, и мне просто сразу хочется бежать на улицу, но сейчас нельзя, потому что сейчас я пойду работать, после этого монтировать ролик, и надеюсь, что уже сегодня, в четверг утром вы его увидите. Я ещё, наверное, хочу вам два слова буквально сказать, уже таких никнижных. Я, конечно, знаю, что такое тополина и пух, жара и июль, но я никогда не видела тополь в его цвету. Я вчера проходила, там, гуляла по городу, и просто вижу, как будто всё в ватой, где-то в вату раскидали вот такими прям шматками. Но я догадалась, что это тополь, в общем, я такого никогда не видела, потому что это просто какое-то сумасшествие. В общем, мир меня не перестаёт удивлять. С Будапештом у меня всё прекрасно, я его как любила, и это было просто возвращение в такое родное очень место. И надеюсь, что я сумею своими супер-режиссёрскими руками снять вам интересных блогов, показать, и, может быть, даже каких-то молчавых, чтобы просто со мною прониклись. Всё. Рано с вами попрощалась, потому что я же ещё не похвасталась кое-чем таким околокнижным, девичьим. Я знаю, что многие, как и я, смотрят великолепную Ноэль, да, зарубежного Буктюба, и вы, возможно, помните, что пару месяцев назад она выпустила вместе с другой компанией такой кулон в виде руки. В общем, да, это 14 февраля, я этот кулончик и попросила. Сейчас он где-нибудь сниму поближе, покрасивее. Он такой маленький, и я не могу со своим расстаться слоном, поэтому я вот не знаю даже, как теперь закомбинировать. Такая милота, что просто нету слов. Ну, а теперь уже точно всем пока-пока-пока-пока. Продолжение следует...